Для тех, кто интересуется, что нового происходит в Великобритании, я немного расскажу. Сегодня у нас температура плюс 20, а жары здесь такой сильной никогда не бывает. Прошлая неделя шли дожди, и температура падала даже до 15 градусов, хотя июль месяц на дворе. Тем, в общем-то, наверное, Англия и хороша. Я помню, как говорил кто-то из приезжих сюда, наших бывших эмигрантов первой волны, он говорил, что в Англию, наверное, лучше селиться тем, кто предпочитает прохладный климат и холодную воду. Потому что вода здесь действительно холодная, несмотря на гольфстрим, несмотря на то, что бывает месяц теплый, июль, все равно вода не прогревается достаточно, и она холодная. Вот обратите внимание, две белых цапли напротив, если вам видно, я подхожу показать вам их поближе. Так вот, у нас с 3-го числа, с 3-го июля закончился карантин жесткий. Сейчас, конечно, всех продолжают призывать к тому, чтобы опасались, остерегались, мыли руки, дезинфицировали, носили маски и друг от друга придерживались расстояния 2 метра. Но все равно открылись все магазины, открылись даже кафе, и я видела открытые пабы там в Нью-Порте. Открылись все банки. Ну, в общем, по-моему, уже страна входит в обычный ритм. Что насчет школ, сейчас каникулы небольшие в школах в английских, но все-таки школы тоже открыты. Видела я на прошлой неделе, что мамочки приезжали за своими детьми и забирали их из школы. Как только закончился карантин, то, конечно же, школы также открылись. За статистикой по карантину, по коронавирусу я уже не слежу давно. И, как нам сообщают, что сейчас все пошло уже на убыль, на спад. Конечно, волнуются о том, что может быть вторая волна, которую многие тут нам предрекают. Но, тем не менее, на сегодняшний день вот так. Уже все работает в обычном ритме. А я ушла сюда, в Березовую рощу, потому что сегодня у нас все-таки ветер и очень сильный ветер на побережье. Здесь, в Березовой роще, немного поспокойнее, не такой сильный ветер. И я могу вести с вами съемочку. Сейчас, как только закончился карантин в начале июля, сразу же вот эти вот домики, которые снимают, арендуют на лето, холодный плейс, именно англичане с материка любят приезжать сюда и отдыхать. И вот сейчас вам покажу. Люди, конечно же, в больших городах, на материке английском, они устали сидеть дома. И все сразу же с радостью переехали сюда. Ну, и я вижу сейчас очень много разочарования, потому что стоит этот домик не так и дешево. А вот погоды, как вы видите, никакой. Неделю идут дожди, люди недовольны. Но погоду изменить никак нельзя, поэтому тем, кто сняли сейчас на несколько недель или на несколько дней вот эти домики, ну, оказались не совсем в хорошее время, потому что все-таки, имея рядом пляж и океан, люди надеялись здесь купаться и загорать. Но сейчас не получается. Хотя, вот как я вам уже говорила, англичане знают свою погоду, они к ней привыкли. И вот видите, даже сейчас один мужчина решился искупаться. Я ходила по берегу здесь, океана, и хочу вам сказать, что вода очень теплая. Может быть, из-за того, что ветер холодный и чувствуется разность, перепад температур, вода кажется теплее, чем обычно. Ну вот, видите, мужчина рискнул искупаться. Еще хочу вам показать. Сегодня у нас очень низкая вода. посмотрите. И сейчас найду вам съемку той же самой лестницы, когда вода была большая. Вы видите разницу? Вот видите, какая большая вода. И все захлестывает уже даже на эту лестницу. Все выглядит по-другому. Ветрище очень сильный, поэтому я вам оставила, конечно, этот звук ветра и волн. Но записываю голос уже поверх. Посмотрите, это я съемку делала день назад, в тот же самое время и тот же берег. Также хочу обратить ваше внимание вот на эту вот, как бы такую груду камней наваленных. Кажется, что они так хаотично здесь навалены, но это только на первый взгляд так кажется. На самом деле все эти камни очень аккуратно уложены. И потом они уложены даже на такой очень сильный раствор. Работает как волнорез. Вот эта береговая линия, хорошо укрепленная, потому что вода бывает поднимается очень высоко. А здесь в нескольких шагах, буквально в 100 метрах от пролива Соланд, от океана, вот такая есть река, которая впадает в океан и которая здесь протекает спокойно, живописно. Это река Медина. Если не знаешь, что ты в Англии, то можно спокойно перепутать вот этот ландшафт с нашим российским. Иван-чай, и березы, и красивые заросли камыша. А вот в этой березовой роще я собирала подберезовики. И довольно много их тут было. И в общем, вы знаете, такое приятное место, которое мне напоминает березовые рощи в моей стране. И знаете, тоже такой интересный факт, что мы считаем, что березка – это именно Россия. А вот, когда я увидела первый раз здесь березу и поделилась тем, что надо же, наши русские березки растут в Англии, то муж мой, англичанин, он очень удивился такому. А мы эти деревья тоже любим. И их у нас растет здесь очень много в Англии. Всегда считали, что это также английские деревья. Вот он удивился, что для меня береза – символ России. Здесь, на берегу этой реки, есть даже такая небольшая запруда. И вот смотровая площадка сделана странным образом. Посмотрите, что вы можете наблюдать в окна, за птицами, сидя на лавочке. Вот здесь вот такая доска информационная. И нарисованы все птицы, которые селятся здесь и живут. Я остановлю ненадолго свою камеру. Может быть, кому-то интересно, можете почитать и посмотреть. Ну, а кто не очень хочет сидеть и смотреть на пруд вот в такие маленькие окошки, может обойти спокойно и посмотреть полностью весь вот этот вид. Напротив у нас эта небольшая такая тоже часть деревушки Севью, в которой мы с вами часто гуляли. Здесь, да, много гусей, много уток и других разных водных птиц. Здесь проживает также цапли, серая и белая. Ну, вы видели, там можно нажать на паузу и почитать конкретно о птицах, которые здесь селятся. Ну, а мы с вами пойдем дальше и посмотрим, как здесь красиво. Я не очень точно знаю, как выглядит гриб чага, но вот это, по-моему, все-таки он на березе. Я отломила небольшой кусочек, но надо прийти и посмотреть в интернете. Чага это гриб или какой-то другой гриб-трутовик. Я не разбираюсь, сказать по правде. Сейчас здесь обычных грибов никаких, конечно, нет. Ни подберезовиков, ни подосиновиков, ни белых трубчатых грибов. Но, вообще-то, первая волна грибов, насколько я знаю, у нас в России, она шла в июле месяце, где-то в середине июля. А потом уже до августа, и основное, это уже конец августа, сентябрь, до первых морозов грибной сезон. Иван-чая здесь тоже много растет, видите. Но, вы знаете, по-моему, уже 10 июля поздновато его собирать, не знаю. Я как-то никогда его не собирала и не заваривала в чай. Хотя говорят, что он и вкусный, и очень полезный для здоровья. Пить, собирать. Рыбу здесь никогда никто не ловит на этом пруду, на реке. Написано, что очень глубокая вода, осторожно. Купаться также запрещено. Но, по-моему, имея рядом океан, вряд ли кто-то захочет купаться вот в такого вида заросшем пруду. Тем не менее, я снова вернулась на побережье. Несмотря на сильный ветер, все-таки, мне кажется, здесь более интересно нам с вами будет погулять. Сейчас покажу вам опять берег, когда ушла вода. Видите, у меня съемка здесь двухдневная для вас, специально смонтирована, чтобы видно было, насколько приходит и уходит вода. И вот, хочу еще показать замки на песке. Был построен вот этот замок на песке. И, конечно же, как любые песчаные замки, он развалился. Вода прибывает, и замок наш разрушился окончательно. Как обычно, очень много собачников вокруг гуляет. Посмотрите. И на океане, и здесь. По всем улицам. Небо сегодня у нас живописное. Да и океан, по-моему, неплохой. Такие красивые облака так и просятся на полотно. Здесь также мы можем видеть на побережье много коттеджей. Коттеджи, как вы видите, в основном одноэтажные. Редко когда двухэтажные, но двухуровневые. То есть домики просто на одного хозяина. Этот феномен, конечно, также меня поражает. Потому что такая дорогая здесь земля на побережье. Но вот строятся только частные дома, усадьбы, садики. Мало-мало где. Да, наверное, даже и не найдете никаких многоэтажек здесь. Много гуляющих, но плавать никто что-то не решается. Ветер пронизывающий, холодный. Сейчас пройдем, я вам покажу. Там один домик продается на побережье. Посмотрите, сколько здесь гуляющих с собаками. Недаром остров Пайт называется собачий рай. Ну, а мы постепенно подходим к этому домику, который я хотела вам показать на продажу. И можем также увидеть и другие дома. Эти все дома в основном снимаются на лето. Вот видите, два флага здесь и вход. Там есть такая база отдыха. Тоже летние люди приезжают с материка там отдыхать. Ну, вот еще вот этот домик. Этот домик уже частный с вот черепичной крышей. И вот там дальше сейчас мы увидим на балконе висит объявление о продаже вот этого двухэтажного дома. Вот сейчас поближе подойдем. И вы увидите, сколько стоит этот дом. Я не знаю. Остается только догадываться. Но, судя по его расположению, конечно же, это недвижимость дорогая. Выставили на продажу только сейчас. Не знаю, как долго будет продаваться. Но посмотрим, будем наблюдать. Кто-то говорил, что никогда не устаешь смотреть на падающую воду в водопаде, на огонь и на работающих людей. Так вот, я хочу сказать, что я никогда не устаю смотреть так же еще и на собак. Посмотрите, какой класс. Здесь собачья очень у нас много. Они бегают, собирают шарики, которые им дают. Иногда их дурят, бросают просто камни. Вот видите, маленькая собака ловится, а большая собака понимает, что ее дурят и не хочет бежать. Интересно, интересно для меня. В любом случае, спасибо. Это красивая собака, я считаю. Что они делают? Я думаю, что это... Да, не так clever. Что касается age? 7 до 1. 1 собака. Да, 7 человек. 7 человек. Так он будет почти 90. 90? 90? 7 человек. 7 человек. 9 человек. 90, это же самое, но 90. 90, но 90. 90. Люди, 90, никогда не чувствуют так. Нет. И он не может двигаться. Он будет смотреть. О, где? О, где? О, где? О, где? О, где? О, где? И так же небольшие рассказы о собаках, как вы услышали сейчас, одному большому псу 13 лет. А если сравнивать с людьми, то 13 лет, это где-то порядка 85 лет. Ну, а 6-7 лет, это как раз вот мой ровесник, наверное, да? Да, друзья, в прошлом году у меня есть огромное видео, когда я показывала вам вот эту регату, проходящую в середине июля месяца каждый год. Регата, когда очень много парусников, иногда до двух тысяч, полторы-две тысячи, это в среднем вот такое вот количество участвующих, идут вокруг острова Айло-Уайт. И вот сейчас наступило как раз то же самое время. Эти парусники. И посмотрите, как их мало. Я, конечно, рада тому, что кто-то еще принимает участие, несмотря на коронавирус, несмотря на карантин и запреты, потому что все эти яхты и парусники, они не только английские, они практически со всего света. Это те, кто любит парусный спорт, приезжают на остров Уайт для того, чтобы поучаствовать в этой прекрасной гонке парусной регаты, которая длится целый день. Ну вот, видите, коронавирус в этом году очень сильно сократил количество участников, но тем не менее мы все-таки можем видеть тех, кто отважился даже в этот опасный период, пуститься в прекрасный райд вокруг острова. Вот так сегодня мы с вами погуляли по нашему замечательному проливу, по берегу, посмотрели, как отдыхают англичане. Я вам показала много сегодня разного. И на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok